Заместителя главы Федеральной антимонопольной службы в Сочинском госуниверситете встречали гостеприимно с хлебом и солью. Ну а в актовом зале руководство ФАС и СГУ ждали представителей более чем 30 регионов страны. Столько приехали на научно-практическую конференцию по стратегии развития конкуренции. Большой форум провели в рамках недели конкуренции в России, которая в эти дни проходит в Сочи. Было отмечено, что разработан национальный план и дорожная карта. Определён 41 – ключевой показатель развития конкуренции. То есть это те рынки, на которых каждый регион будет увеличивать долю частного сектора экономики. Каждый регион имеет свою специфику и, естественно, конечно, Краснодарский край тоже отличается своей спецификой. Здесь в первую очередь нужно посмотреть на развитие бизнеса, который связан с отдыхом, с туризмом. Поэтому в этом отношении мы посмотрим, какие сферы будут в качестве приоритетов. И задача состоит в том, чтобы мы перечень этих рынков сегодня постарались максимально утвердить. Также в числе приоритетных направлений развития конкуренции на Кубани могут стать медицина, дорожное строительство, транспорт и социальная сфера. Кстати, именно в стенах опорного вуза края Сочинского госуниверситета конференцию провели не случайно. Несколько сотрудников, в том числе я, входим в совет по развитию конкуренции при администрации Краснодарского края. И ученые вместе со студентами Сочинского государственного университета осуществляют мониторинг конкурентных рынков на территории Краснодарского края. Мы мониторим состояние развития конкуренции по пяти рынкам. Это рынки санаторно-курортных и туристских услуг, ЖКХ, транспорта и ряда других. Собранные данные, говорят в вузе, важны с научной и исследовательской точек зрения и очень необходимы для всей страны. Ведь развитие конкуренции – одна из стратегических задач. Это ключевой фактор, который способен демонополизировать рынки и тем самым обеспечить устойчивый экономический рост. Ну а тех, кто активно принимает участие в этой важной работе, отметили дипломами от руководства Федеральной антимонопольной службы страны.